Сегодня движение «Единая Гаглузия» совместно с Советом Столичных проводит круглый стол, посвященный очередной годовщине оккупации Румынии и Республики Молдова, который имел место 27 марта 1918 года, в ходе которой предлагаю, чтобы мы рассмотрели события, которые происходят в настоящее время у нас в Республике, высказать мнение, которое затрагивает и наш регион, для того, чтобы совместными действиями мы противостояли тем унионийским тенденциям, которые имеют место быть. Уважаемые коллеги, мы с сожалением констатируем, что Республика Молдова находится в глубоком политическом и социально-экономическом кризисе. И виной, в том числе, являются те процессы, которые происходят в Республике Молдова в части усиления активизации унионийских сил. Если некоторое время назад, в лет 10, мы, наверное, многие из вас рассматривали угрозу унионийскую, как некую абстрактную угрозу, и большинство населения воспринимало эту угрозу, вернее, эти акции, как действие направленное на привлечение одной партии своих сторонников, то по истечении последних 10 лет мы констатируем, что есть реальная угроза, она не абстрактная и буквальная. Об этом есть подтверждение. Много фактов это подтверждает. Буквально накануне 27 августа было крайне сложно для восприятия видеть, как с трибуны парламента Республики Молдова призывают к объединению. Сегодня, к сожалению, мы констатируем, что действующие власти в высшем руководстве страны на различных должностях, вы знаете, представители высшего руководства обладают некоторым гражданством румынского государства и, используя свои должностные полномочия, проводят кто в открытой форме, кто в закрытой форме и реализуют идеологию унионизма. Буквально, вот вчера мы все свидетели, когда в Национальной палате, в здании, в государственном здании, которое принадлежит Министерству культуры, был организован так называемый съезд Сватул-Цири-2, который открыто призвал ликвидировать Республику Молдову и в 2018 году завершить процесс объединения. После этого представители унионистских сил вчера провели масштабную акцию в шести по центру нашей столицы, в ходе которого были лозунги и уступления с призывами на ликвидацию молдавского государства. Их охренела полиция. Я думаю, что те призывы вносили яркий, артый государственный характер, за который есть соответствующая статья. И власти должны были реагировать, но мы на практике видим, что никакой реакции нету, поэтому для нас не безразлично то, что происходит, потому что Гаглузия видит свое место независимой Республики Молдова, и в результате поглощения встает угроза и сохранение, в том числе и резистатуса Гаглузского авторома. Предлагаю, чтобы мы сегодня обсудили этот вопрос, вы сказали свои мнения и приняли совместные резолюции и документы, которые подразят наши позиции. Но вообще-то обеспокоенность Совета Старейшим под этими устремлениями румынских властей, румынского государства и унионистских сил здесь, они не этих, допустим, недель или месяцев. Мы предупреждали еще несколько лет назад, что вот эти сборища в Кишиневе, вот эти шествия молодчиков с привлечением молодежи с Румынии, с румынскими флагами, вот это засилие в структурах власти граждан Румынии, в министерских креслах, в районном суде и на других уровнях государственной власти Республики Молдова, в парламенте Республики Молдова, открытое существование партий, призывающих к ликвидации молдавского государства. И абсолютно я не помню, я не помню, вот последние где-то 10 лет, хоть власть какая-то в Республике Молдова, то ли президентская, то ли парламентская, то ли правительственная, чтобы они не то чтобы осудили, хотя бы высказали бы свое отношение вот к этому. Поэтому мы считаем, что это целенаправленная политика не только с действия унионистских сил, малочисленных, слово сказать, и соседнего государства. Румыния никогда бы не позволила бы себе так открыто уже дорожную карту создавать по поглощению соседнего государства, без согласия ее жителей населения, не имея себе защиты Брюсселя и Вашингтона. Мы, население, ставимся в такое положение, что мнение нашего населения никто не будет учитывать. Да и, к слову сказать, Румыния всегда вот в таких ситуациях, вот кризисных столкновений, идеологии и так далее, она всегда расширяла свои территории. Чего они хотят? Вот эта малая вот эта группа людей. И пока, к сожалению, никто не противодействует вот этой чуме. А ведь мы помним Антонеску, какие указы давала, что Гагалузов надо всех поднять, рассеять по Румынии, или вытеснить их на Украину или в Турцию. И взамен уже было, откуда, сколько населения будут на земле Гагалузов сюда заселять. На улице этот план забыт. Поэтому, когда мы, Гагалузы, участвовали в образовании Республики Молдова, строили вместе с народом Молдовы, укрепляли это государство, и когда в 1994 году мы согласились войти в состав независимого демократического государства, вне Блокового, сейчас оказывается, что мы можем оказаться в составе какой-то великой Румынии, которой никому абсолютно не нужно. Поэтому я думаю, что этим помыслом, устремлением нам надо противодействовать и очень активно. Пока я не вижу объединения патриотических сил, не вижу давления по этому вопросу на центральные власти, да и на наши власти, которые, в общем-то, пока... Хотя события вынудят сейчас всех, я думаю, что все, кому не безразлична судьба Республики Молдова, ликвидация Молдовы, это еще неизвестно, независимость ли Гагалузии будет. Да, народ проголосовал, народ проголосовал и правильно сделал. Мы за то пространство восточное, мы за независимое, если будет объединение. Но, к сожалению, итогом этого законодательного референдума пока ни Россия, ни Турция, никто не признали, не сказали, что мы станем гарантами, если такое произойдет. Мы сейчас должны бороться, мы уже сейчас должны объединяться, искать в Республике Молдова, в Бельцах, в Центральной, в Патриотические партии, создавать какой-то союз или центр и так далее, и на все их выходки, чтобы реакция была адекватная, и проводить просвещение людей. Я помню, два года назад, когда мы вместе с вами ездили в каждый населенный пункт и адекватировали людей, чтобы они вышли на референдум. Тогда очень часто задавали нам вопрос, или сисинанисы сани, романагель, чиген, герем. Вы помните все эти моменты? Да. Сисинанисы с бульмачек, бульмачек, гельмачек. Вот прошло, не так уже много, два года. Два года прошло, и когда мы акцентировали это внимание среди людей, люди как-то к этому сомнения относятся. Сейчас, когда встречаются, говорят, слушай, багут дурова, багуна не было. У нас есть у города. Вот оцениваем ситуацию, что произошло вчера. Казалось бы, полторы тысячи человек. Но не так уже много. То есть противники, будем говорить, или оппозиционеры, они организовывали вообще мероприятия, митинги там было, человек 40 тысяч, 30 тысяч, 50 тысяч, кто как столько говорил. Было более массовое. Вчерашнее выступление, вроде бы, и не массовое. То есть, казалось бы, мы должны к этому относиться с легкостью. Ну и сами намного, люди не верят. Но я согласен с Михаилом Васильевичем, что ведь оказывается, это не столь важно, чего люди хотят. Почти не важно. Оказывается, важнее решение тех людей, которые сегодня в власть только. Вот он захотел сегодня объявить о том, что Конституционный суд в прошлом принял неправильное решение. Вот он объявил и все это приняли. Хотя это консультативные вопросы. Это не обязательно для парламента исполнять решение Конституционного суда. Но, вместе с тем, то есть, это уже говорит о том, что, в принципе, реакция однозначно тех людей, которые находятся за пределами Республики Молдова, они дали добро. Промолчали. Дали возможность, чтобы процессы пошли. Чем чаще это будет происходить, тем больше людей будет привлекаться. Даже если они будут согласны или не будут согласны, но они все равно будут, массовость будут приобретать. Я вот, мы с Аксакалами не хотим посоветоваться. А что дальше? Ведь у нас, как бы, несколько вариантов в Гагаузии. 20 лет были рядом, боролись за государство. Мы за безопасность, за независимость, за суверенность. Мы делаем еще шаг. А нас все время, как бы, в сторону. Ребята, это не ваше дело. Республика Молдова, это наше. Мы живем в государстве, и мы хотим, чтобы она была независимой. Какие наши действия? Два варианта. Первый. Принять это как должное. И ссылаться на то, что народ уже сказал, что мы в случае решения суверенитета будем независимыми. И, исходя из этого, очень важно, вот говорил Николай Васильевич, исходя из этого, может быть, принимая вот эту резолюцию, включить, обратиться к государству, чтобы они были гарантами исполнять. В случае, если совершится объединение, чтобы государства стали гарантами нашей жизни, открытой, прямо говорю, которая угрозит. А вот государству давайте думаем, России, к тому же Евросоюзу демократические принципы. Мы все сделали демократическим. Вот эти государства, пусть будут Евросоюз и Россия, пусть будут гарантами исполнения воли народа. Это один вариант. Другой вариант, тот, который предлагается Михаилу Васильевичу, чтобы мы организовали противодействие. То есть, если там есть одна структура, мы создаем другую структуру и начинаем друг другу разъяснять исторические аспекты. Но насколько это эффективно будет, неэффективно будет, мне кажется, тут возникает, у меня возникает сомнение. То есть, когда есть одна сторона и тут же возникает другая сторона, начинается драка и в порыве драки забывается, почему начали драться. Они сначала сделали так, что молдаване, это Мамалыга не взрывается и так далее. То есть, вбили в сознание молдаване, что он не способен сопротивляться. Потом сказали о том, что деньги украли и показали, что ты ни на что не годишься. Вот этот молдавский народ, у меня сложилось такое впечатление, что в принципе, сохранение молдавского государства невозможно без молдавского национализма. Невозможно. Почему? Потому что если ты не патриот своего народа, ты не можешь быть патриотом своей родины, и ты не можешь его защищать, ты не хочешь его защищать, понимаешь, у тебя нет его. Поэтому с этой точки зрения я понимаю, что невозможно жить государством и не быть патриотом этого государства. А патриотом ты являешься тогда, когда ты сформировал нацию, молдавский народ. Мы как бы не были, но что-то сформировали. С этой точки зрения у меня, Михаил Васильевич, двоякая составляющая. Первое, или акцентировать внимание на том, что все, мы понимаем о том, что никто не хочет нашей помощи в сохранении молдавской независимости, и обратиться к Евросоюзу и России, чтобы они были гарантами, в случае чего, исполнение конституционного референдума решения. Ну или второе, создать вот эту вот группу, куда привлечь общественные организации. Но мне кажется, это будет просто... Вот, ветер пройдет о реализации. Сможем ли мы поднять молдавскую народу? Ну вот эти мысли давайте мы их и будем развивать. Обращаться в ЕС бесполезно. Там давно принято решение, Молдову за уши, любую какую бы, тянуть в Европу, чтобы там они объехнили с Румынией и все проблемы российского влияния, так как о чем. Турция и Россия, два государства, которые... Я думаю, то, что говорил Михаил Васильевич и Валерий Федорович, нужно, скорее всего, использовать и одно, и другое. То есть ничего не мешает нам поддерживать позицию, допустим, то, что говорил Михаил Васильевич, и работать, скажем так, в отношении и организаций, и тех же, может быть, партий, и других каких-то структур Республики Молдова, если в этом будет необходимость, то и парламент, и остальные структуры. То, что этот процесс запущен был 4-5 лет назад, вот кто внимательно следил за ситуацией вокруг Молдовы, Румынии и так далее, они уже тогда поняли, процесс запущен. Я это говорил давно. Я сейчас даже вот на днях говорил в Граданску, что вы как бы смеялись, когда я вам говорил, что процесс запущен, его уже никто не остановит. Ведь процессы-то идут помимо нашей воли, помимо даже воли политиков Молдовы. Да никто их не спрашивает, их ставят просто перед фактом. И ничего они, к сожалению, изменить не могут. Мы можем обратиться сто раз и в парламент, и в правительство, и так далее, и так далее. Мы себя должны защитить сами, как это делали и 25 лет назад, и 20 лет назад, и когда этот референдум проводили, и так далее. Нужно искать друзей правильно и внутри Молдовы, и за ее пределами. То, что нужны определенные международные гарантии отдельных сильных государств нашим друзьям, это однозначно. Кто что может делать в этом отношении, в этом плане? Почему? Вот мы собрались и говорим, давайте соберем все остальные общественные, там, организации, силы, структуры, одиночек, там, и так далее, и так далее. Ведь каждый может предложить какую-то идею, которая понравится, скажем так, всем. У многих людей есть большие возможности по работе с другими структурами и государствами. Вот в этом направлении нужно работать. Через определенное время она принесет, в любом случае, какие-то свои плоды. Не будем встречаться? Да, и эти митинги нужны. Почему? Потому что мы должны поддержать дух своего народа, его убежденность в том, что мы правы, что Гагаузия права, что вот эти патриоты, которые 30 лет назад, и 40, и 20, и отца, они правы. В этом мы должны обязательно, и этими же митингами, и другими акциями мы должны поддерживать. И конференциями, и выводами наших ученых, и политиков, и так далее. И требовать, обязательно, требовать этого от нашего руководства. Политический орган, это у нас народное собрание, ну и исполнительный орган, это наш исполнительный комитет.